Я понимаю, что уже всем тяжело, но ничего. Когда я еще туда приеду, в вашу чудесную страну? Хочу рассказать по поводу дисплазии, что можно делать и как ее диагностировать, потому что тоже появились совершенно новые варианты диагностики этого чудесного заболевания. Прям совсем другие. Дисплазия тазобедренных суставов. Что такое дисплазия? Ситуацию надо поменять. Ее поменять довольно сложно. Многие думают, что это недоразвитие вершлужной впадины. А на самом деле это состояние нестабильности в тазобедренном суставе, которое может привести к его разрушению. А может и не привести. И вот это может и не привести, оно очень важно. Почему это очень важно? Потому что мы можем на этот процесс влиять. Смотрите, мы же не можем влиять. Вот у нас там цвет глаз зеленый какой-нибудь, голубой, не знаю, какой-нибудь. Вы же не можете повлиять. Вот у вас он голубой, а у вас и голубой. И что вы ничего не делаете, он все равно будет голубой. Да. Но цвет, это будет все равно цвет линзы. А цвет глаз как был голубым, так и останется. Если у собаки запрограммировано что-то генетическое в ней, да, грубо говоря, то как ты карлика не корми, там, я не знаю, чем-нибудь, да, у нее шея все равно врастет. Она вот у нее как крайне церекальная мальформация или крайне церекальная дисплазия. Шея въехала в голову. Да ты хоть что с ней делай, она все равно въехала. Ты хоть что делай, но дырки в голове у карлика не зарастут. У всех карликов в голове дырки. Потому что у них нет черепа. И это, понятно, генетически все это обусловлено, очевидно. То есть что ты не делай, оно все равно такое будет. А по поводу дисплазита забедренного сустава, ситуация не такая. То есть мы можем менять. И вот, собственно говоря, это хороший пример. Делал я эту операцию, там, где-то 15 назад, коникорса. И ты когда смотришь на это, ты понимаешь, что поставленная пластина для тройной остеотомии таза ну никак не могла повлиять на то, что, смотрите, здесь впадина разрушена и остеоартрит развился. А здесь впадина не разрушена и нет остеоартрита. То есть это одна и та же собака, у которой с одной стороны сустав был стабилизирован, а с другой стороны сустав не был стабилизирован. И в том месте, где он не был стабилизирован, он разрушился. То есть, значит, это не процесс невырастания вертлужной впадины, а процесс в результате, как шаровая опора чуть застучала, значит разрушится сразу. Приблизительно то же самое. То есть есть нестабильность. Эта нестабильность вызывает воспаление. Это воспаление вызывает разрушение. То есть нестабильность, воспаление, разрушение. Вот этот смысл того, что происходит у этих собак. А не то, что генетически запланировано недоразвитие. Иначе бы вот таких ситуаций не было. Поэтому это однозначные литературные данные. Можно взять собаку в три месяца, у них у всех будут одинаковые суставы, а потом развивается проблема. Для того, чтобы определить. То есть при этом, смотрите, мы дисплазию диагностируем именно как нестабильность в три-четыре месяца. То есть в четыре месяца мы диагностируем не разрушение сустава, а диагностируем саму как раз эту самую нестабильность, дисплазию. Вот и все. При этом присылают в пять лет лабородорские снимки и говорят, у нас тут дисплазия, как ее лечить. Дисплазия – это нестабильность, которая была до развития остеоартрита. А когда развился остеоартрит, то диагноз уже будет. Остеоартрит на фоне дисплазии, например. Или там просто остеоартрит по причине того, что собаку там машина сбила, с одной стороны у нее остеоартрит развился из-за воспаления хронического в одном суставе, а другой сустав остался нормальный. Вот и все. То есть наличие разрушенных суставов – это не причина, то есть это не дисплазия, короче. Вот клинические симптомы. Интересные клинические симптомы у этой собаки, потому что у нее были симптомы поражения еще и седалищного нерва. Вот. Потому что было воспаление в тазобедренном суставе, как известно, прямо по тазобедренному суставу идет седалищный нерв, и у нее поэтому было воспаление в суставе. А кто делал тройную стеротомию, таза когда-нибудь, то знает, что сколько жидкости оттуда выливается. То есть там точно 100% воспаление в суставе. Вот. Ну, это прям важный момент. Короче, у нее вылечили воспаление и восстановилась функция седалищного нерва. Вот. Поэтому такое тоже может быть. Поэтому надо... А пришла она как с пролечемся далищного нерва вообще. То есть вот такой вот вариант. Поэтому, что надо делать? Тест арталания. То есть какие тесты мы проводим для того, чтобы понять, есть ли дисплазия у собаки. Это тест арталания. То есть мы диагностируем вывих тазобедренного сустава при отклонении лапы назад, ну, вот как я сейчас здесь делал, да, происходит вправление. То есть вот так вот. Это тест арталания. То есть это тест наличия нестабильности тире дисплазии. Сейчас она вправится. Опа, вправилась. Вот это и есть дисплазия. И дисплазия не рентгеном диагностируется больше. А в первую очередь вот так. То есть выпихнулся, значит нестабилен. А почему нестабилен? Потому что таким родился. И что надо, и что можно сделать? Что-то можно сделать. Надо попытаться стабилизировать. Вот. Еще есть тест Барденса. Ну, то же самое практически. А дальше это надо зафиксировать. То есть выход вот этой головки. Надо сделать стресс исследование. И вот по тому, насколько происходит выход дистракции, то есть в общем головки бедренной кости из вертлужной впадины, уже принимать какое-то решение. То есть тест исследования с помощью рентгена. Ну и есть нормы индекса дистракции. Но надо понимать, что это как бы цифровое значение, но мы главным образом мы сделали тест Арталани, получили положительный, потом запечатлели этот тест Арталани уже в большей части практически на... Вот. Значит, с приходом этой самой нашей любимой КТ-томографии все эти пациенты идут без рентгена. Уже давно никакого рентгена никто не делает. Все они идут на КТ. и меряется угол дарсального края вертлужной впадины. То есть здесь мы уже мерим, насколько разрушился вот этот край. Вот. Ну вот и все. есть величины, при которых уже ничего не сделать. Ну и поменялось собственно говоря показания к проведению тройной света митая таза. То есть вот операция, которая показала, это поворот как раз кости вертлужной впадины над тазом. То есть, если она уже разрушилась, то вы же меняете угол, но это не до бесконечности. Соответственно, при том, что после того, как стали мерить угол, количество операций стало меньше. Вот. Хотя, это тоже в общем такой спорный вопрос. Но главное, что если нет остеоартрита, то есть если увидишь остеоартрит, то уж точно операцию это делать не надо. Насколько стабилизируется сустав, если угол больше, мне кажется, он все равно стабилизируется на самом деле. Это мое личное мнение ничем не подтвержденное. Вот. Ну, я имею статистикой. То есть, это такое впечатление, что он все равно стабилизируется. Вот и все. Поэтому по поводу симфизодеза, да, чем раньше вы его сделали, то есть вторая операция, которая делается, как раз у нее тоже есть определенные рамки. Поэтому лучше делать в 4 месяца, тогда на 50% может он уменьшится. Вот. Ну, вот, то есть диагностика, естественно, КТ. Если вы не стабилизировали, то разобьется остеоартрит. Ну, и вот такой вот остеоартрит в картинке, ну, мы все его видели. Это на КТ. Картинки на КТ. На КТ видно хорошо. Вот. И вот это тот же самый, что было в начале, пациент каникорса. значит... Ну, этот не стабилизированный, это стабилизированный. То есть одна и та же собака, здесь развился остеоартрит, здесь не развился. Вот. Вертужная впадина в одном месте увеличилась, в другом не увеличилась, она такая, какая была, такая и стала. Вот такой вот вариант. То есть, ну, если посмотреть, насколько покрывается, да, то есть понятно, что здесь покрытие гораздо больше. Вот. И признаков остеоартрита здесь нету, а здесь они есть. То есть, это такие вот пациенты. Конечно же, никаких нехирургических методов лечения нет. Мы делали, а я делал еще на заре, думал, думал, это были реальные стволовые клетки, вот такие они были, реальные. Ну, потом оказалось, что это полная фигня, сейчас еще проскакивают, это было лет там 10-12-13 назад, да, потом провели исследование, что никуда ничего не делают, а потом эти продавцы стволовых клеток сказали, что они там что-то, что-то выделяют, что-то там выделяют, из-за чего происходит воспаление. То есть, когда провели исследование и доказали, что они не превращаются ни в какой гиалиновый хрящ, а продавцы этих стволовых клеток сказали, что надо их было надевать, они начали нести чушь про то, как они вырабатывают вещества, которые убирают воспаление. Вот, и я просто пробовал эти клетки, да, еще на заре их появления вообще. Это были реальные стволовые клетки, вот это они и были. Вот, и это вот такой вот вариант. Значит, что мы можем с помощью нехирургии? Вообще, мы можем уменьшить воспаление, уменьшив, что важно, на самом деле диспозиет изобилия на суставов, если не вызывать воспаление в суставах, а воспаление вызывается и постоянным травмированием, главное не допускать воспаления. По поводу нестероидных противовоспалительных препаратов, ситуация становится еще хуже, когда их начинают использовать неправильно. Значит, что происходит? Вообще, сустав воспаленный, собака хромает и он болит. Что делают многие, ну, часть врачей и многие сами заводчики даже делают и владельцы собак, они делают следующее, собака захромала, у нее диагностировали диспозит изобеденного сустава, вместо того, чтобы в 4 месяца ее прооперировать или там в 5-6 сделать раненую стеотомиотаза, вылечить бедную эту собаку и оставить ей ее сустав до конца ее дней, вот, они начинают давать нестероидные противовоспалительные препараты, но не делают главного. они не понимают, что это нестабильность, так собака себя бережет, а так она начинает себя меньше беречь, а потому что ей дали обезболивающий препарат, а он дает, что боли нет, собака начинает думать, что она здорова и начинает прыгать, она перестает пользоваться, начинает лучше пользоваться конечностью, но это потому, что выключили сигнализацию в пожароопасном помещении и разрушает сустав еще больше. Можно дать НПВС, но собаке, которая находится в строжайшем клеточном содержании или вообще вольерном, то есть полностью обезвижена. У меня есть такие пациенты, которых я так лечил, с нормальными владельцами, которым я смог донести эту мысль, что дал препарату уменьшающую боль, сделать так, как будто бы ты препарат не дал, то есть ограничить движение больше, чем если бы ты препарат даже не давал. Вот. Поэтому это проблема, то есть собака начинает бегать, разрушает полностью все себе. Вот. Препаратов много, я их не рекламирую, но просто вам показываю, да, то есть потому, что надо использовать именно ветеринарные, потому что использование ветеринарных препаратов спасет кому-то жизнь, потому что у нас была куча пациентов, причем когда я на 98-м, в 97-м году, в 99-м, наверное, да, нам медики дали вот такой ящик этого самого нестероидного противовоспалительного препарата, диклофенака. Мы такие, о-о-о-о-о, просчитали инструкцию. Мы же тогда не понимали, что кошка, собака и человек это разные существа, да, то есть это маленькие дети, там, ребенок 4 года, спрашиваю, там, Матвей, это кто? Пепа, он понимает, что это свихрюшка, это киса, это собачка, да, а люди с возрастом они перестают это осознавать, им кажется, что собака, человек и кошка это одно и то же существо, но, видимо, не знаю, возраст, атрофия коры, избыточное количество алкоголя или вообще алкоголя и курения лишают человека вообще полностью понимания и разбираться они не могут, где кошка, где собака, наверное, вот, поэтому огромное количество умерших от этого препарата, вот, я тоже не разбирался, соответственно, закончил институт, и там уже несколько лет проработал, я думал, что можно взять лекарственный препарат, посчитать инструкцию человеку и использовать его точно так же, вот, и поэтому давай его колоть, и вот, когда после одной инъекции, буквально мы недолго им попользовались, одну инъекцию сделали, и собачка отправилась на тот свет просто с кровотечением из галочекишечного тракта, из желудка, да, вот это сразу стало понятно, что никаких НПВС-ов, потом узнали, конечно, что парацетамол убивает, одна таблетка парацетамола убивает кошку, вот, ну, то есть, уже тогда начали разбираться, что кошка это все-таки кошка, собака это собака, болезни разные, ничего общего, между кошкой и собакой нет, между лошадью и собакой нет ничего похожего, а черепахи вообще с другой планеты, вот и все, поэтому это стало понятно, вот, естественно, никаких нерекомендованных для ветеринарии препаратов нельзя использовать, еще большая проблема с стероидами, да, быстро, мгновенно снимают воспаление, собачка, гу-у-у, побежала, и потом с гнойным артритом пришла, и и все, естественно, никаких хондропротекторов не существует, когда начинается хондропротектор, да, то есть просто люди не могут задать нормально вопрос, можно ли восстановить гиалиновый хрящ? Нет, известна технология восстановления гиалинового хряща человечеству? Нет, известна ли технология восстановления перемещения во времени? Нет, но приходят к нам такие люди и говорят, мы вам принесли ручку, то есть ручку приносит такую, как обычную ручку, ну, похоже, и говорят, эта ручка, она изменяет гравитацию, вот, куда вы ее направите, вот в этом точном месте она изменяет гравитацию, я говорю, да, то есть ручка, то есть вы уже дошли до того, что вы изменяете, то есть человечество не знает, что такое гравитация, но вы уже сделали ручку, которая ее изменяет вот в локальном месте, то есть нифига себе, думаю вы продвинутые люди да то есть до этого же доходят точно также хондропротекторами если ты в россии то вообще болезнь дисков лечат хондропротекторами то есть препаратами которые разрушают разрушают гиалиновый хрящ препаратами которые должны его восстанавливать иностранцам спрашиваю слушать у вас хондропротекторы используют для такс болезнь диска первого типа они даже не врубаются что не спасил и таких хондропротекторы там же гелина пищевая метоплазия ядродиска является болезнь причиной болезни диска первого типа то есть у их логика даже а как это можно использовать препарат для наращивания хряща для его разрушения вот типа артробликанов и всех остальных это только у нас да поэтому вот такая проблема медицине без разницы медицина там уровень коррупции такой что хуже чем ветеринарии вот поэтому вот такая проблема их естественно нет нельзя их вырасти а по поводу действующего вещества гиалуроновой кислоты любая фармкомпания конечно пытается обмануть я тоже все время смеюсь и служебским еще у нас офтальмолог да такой был а сейчас уехал в другую страну а он же гиалуроновую кислоту использует то есть когда он вводит белин гиалуроновую кислоту там все в глаза и куда-то да то есть но это понятно да ну даже можно как-то что-то оправдать когда этом суставы вводят хотя тоже это такое вот но когда его вену водят то есть я им с ним шутил уже скидает и введешь гиалуроновую кислоту так как ты офтальмолог она пойдет в глаз а я раз ортопед вот то она пойдет сустав причем она пойдет сама в сустав и пойдет в тот сустав который надо причем она вся пойдет в локтевой сустав если болит локтевой сустав то есть это несусветная ерунда да то есть введение гиалуроновой кислоты внутривенно для чего это сделано ну понятно для чего потому что людей которые продают но фирма бая да то есть при приписала хианат внутривенно потому что людей которые могут вводить внутри вен на все а людей которые внутри сустава мало поэтому надо вписать вот а если друг мопс убедут и уех или шарпея у нем морщины разгладятся то есть и люди реально в это верят да написать если вы введете мопсом внутри вена у нее разгладится морщины это нежелательный эффект препаратов ввели гиалуроновую кислоту для разглаживания морщин вот поэтому это важный момент если кто придумает он обещанного перемен нобелевская за это ну короче восстановление геленого хряща вот придумаешь круто наверное будет это будет 60 процентов людей после там 60 лет имеют остеоартрит остеоартрит имеют то есть ты вылечишь просто половина населения земного шара если ты придумаешь способ восстановления гиалиного хряща вот но к сожалению такая реальность как его лечить остеоартрит то есть если вы не вылечили дисплазию то есть если вы про пустили 4 месяца если вы пропустили там пять шесть месяцев не сделали крайнюю стеотомию таза значит как надо лечить остеоартрит уменьшить вес убрать жир а в редких случаях правильно использовать нестероидные противовоспалительные препараты сделав первые три вещи но надо просто четко понять что мы лечим не дисплазию а остеоартрит который развился на фоне дисплазии которая была в детстве вот и все поэтому рентгеновские снимки на которых остеоартрит на фоне дисплазии это остеоартрит это следствие это как пуля попала в позвоночник прошла в позвоночный канал повредила спиной мозг диагноз будет не не пулевое ранее не пуля в коте а что что пуля сделала и остеоартрит это то что дисплазия сделала с этим бедным несчастным суставом вот и мы уже будем встречаться с остеоартритом или контролировать будем мы его поэтому убрать жир убрать и дать дозированные нагрузки смотрите любой любая лапа сломалась она там если ее гнуть в каком-то месте резекция головки бедренной кости что мы удалили головку и у нас две кости которые не соприкасаются нас другой они трутся рядом и формируется ситуацию ситуация похоже на обычный сустав до по функции то есть мы что мы взяли удалили сустав и там образуется новый сустав если лапа сломалась и гнуть ее в каком-то месте то тоже ложный сустав образуется с жидкостью похоже на сеновиальную и так далее поэтому если гнуть правильно не вызывая воспаление суставка на котором уже есть остеоартрит да то всего разрабатывать но не вызывая воспаление можно получить полностью работоспособный сустав и это четко понял просто когда сам получил остеоартрит да прям такой сильный что не серьезный и когда делал мрт у себе да потом нас доктор делает она медик еще видна юмой у него не речь у тебя там спокойно я знаю как лечиться остеоартрит как он контролируется он никак не лечится он просто контролируется ну и все и вот то есть зная вот это использование одного препарата полностью удалось то есть абсолютно полностью работоспособные суставы стали вот и все то есть убрать жир убрать нагрузки которые вызывают воспаление вот значит как сделать чтобы не было остеоартрита то есть важно не дисплазия а остеоартрита бороться с дисплазией нестабильностью вот смысл не давать воспаляться вот значит делается ювенильный симфизодез да то есть что он дает он дает то что нарастает поэтому важно в 4 месяца его делать вертлужная впадина как бы нарастает на головку вот ну вот такие вот пациенты после уже полечены ну вообще в идеале в 4 месяца но худо-бедно там да ну я короче на 4 месяца делать ну 5 уже так себе вот так просто разрезается на счету там есть несколько вариантов да тут кто-то просто так вот развязает кто-то развязает и полностью ну то есть там есть тоже куча нюансов вот ну вот такой вот пациент это мой пациент да то есть было так стало через месяц уже так ну операция она довольно простая месяц на канале они просто не буду дублировать здесь сейчас даете она вам прямом эфире было вот коникорса тоже здесь смотрите фрагментация отростка до анаконеуса есть а ну и вот такие вот сустава тазобедренные владельцам удалось внушить что что надо делать в результате собаку мне прооперировали вот такая она была будет то есть никакого остеоартрита нету да боятся что он потом раз наверно все равно разойдется в какой-то степени но тем не менее достаточно хороший результат делали мы симфизодез правда с по поводу тазобедренных суставов симфизодез делали а по поводу локтевых даже более интересная ситуация да ну то есть вот с симфизодезом по поводу тазобедренных суставов а по поводу локтевых без хирургии то есть просто не было воспаления и на к ты потом раз 5 к ты наверно делали даже не был не было видно где фрагмент здесь еще виден на рентгене до фрагментации анконеуса дух причем а на к тем уже все нормально просто потому что владельцы слушались что им говорят вот и все поэтому вот такой вот результат ну тройность это мем я очень много сделал есть операции на канале по моему данным смысл очень простой то есть мы в трех местах вы делаем разрез да и поворачиваем на угол так трех местах на угол пластины там ну как бы довольно такая операция и просто поворачивается и все но можно показать и конечно там есть свои нюансы нельзя перерезать седалищный нерв нельзя седалищный нерв идет прямо под местным раз под мест там распила и можно его просто разрушить вот и поэтому также опять есть нюансы связанные с ну по моему личному опыту да то есть и стараться надо эту жидкость которая чтобы она не попадала в рану то есть в тазобедренном суставе там жидкость там воспаление по моему личному опыту и это было несколько много несколько пациентов до которых я к сожалению вот скрыл сустав это было в рану и вот это был первый нас пациент 2003 году которому про период с михалом лечим от его ассистента была собака значит мы использовали тогда мы всего то что я сейчас вам рассказал не знали и поэтому состе артритом оперировали и использовали не специальную для этого пластину первого пациента я проапилировал ротвейлера тоже прооперировал сначала они специальные пластиной потому что специально и вот вот это эту собаку тоже сначала прооперировали не специальной пластины потом появились нормальные специальные пластины и я могу сказать что сейчас бы конечно эту собаку уже никто не стал оперировать но имея опыт этих пациентов давным-давно да я могу сказать что вот результаты это пациенты через много лет после операции через там не помню 78 может быть лет то есть они же приходят потом мы с другими болезнями понятно он не там уже коленку потом прооперировали пкс-ку от снимок просто делали я так для себя чтобы посмотреть что там творится другой пациент через восемь лет до остеоартрит есть да но покрытие тем не менее вон какое большое то есть вот так ну тоже то то тоже собака двигается ходит остеоартрит развился но собака вполне пользуется своим личным суставом то есть не то что она вообще без без остеоартрита не есть который без остеоартрита есть которые с остеоартритом я думаю наверное это связано от степени запущенности все-таки до операции да то есть потому что если остеоартрит уже развился но то вот но все равно видно что покрытие огромное вот ну и пациент двигается нормально но это тоже симфизодез какие проблемы могут быть не мой пациент но хочу показать если тонкие винты если винты тонкие тогда они вываливаться могут вот это прям большая проблема у меня был случай когда вторичный короче собаку большую но кормили мясом люди думаю что собака кормится мясом на самом деле она кормится балансировано из-за этого кости были прозрачные когда я прикручивал вот этот фрагмент самое потом начал поворачивать и отломилась кость прямо вот здесь значит как я вышел из ситуации я вел спицы тасс и между них вкрутил как раз на винты поэтому я использовалась стал вот такие вот винты более толстые для губчатой ткани вот вот такие вот то есть прям 5 миллиметров вот такой вот там три с половиной и так далее вот такие бывают ситуации вот тоже я наблюдал у тех пациентов которых у моих да вы вываливались винты было воспаление у тех которых вот эта синавиальная жидкость это никакая не научного просто собственное наблюдение поэтому я просто перестал сюда стал использовать винты губчатые и перестал эту жидкость открывать сустав просто отводил сустав из сустава жидкость воспалена проколом без этого самого и решил вот такую проблему вот вот такой вот винт стал использовать у этих пациентов а это двойная сетами это за она появилась позже гораздо сначала считали что у нее есть определенные плюсы сейчас мы от нее принципе отказались в чу почему потому что угол поворота меньше вот возможный угол поворота меньше то есть делается то же самое тоже как при тройной стеотомии но один разрост по лонному сочленению ну и как бы меньше поворот такой же но здесь разрез меньше один они два вот но угол получается в результате поворота меньше вот все равно поэтому как бы ну просто разница там два двойная или тройная это вот результат бордовский док после тройной стеотомии на двойной стеотомии да то есть вот вот такая вот тоже умеем есть препарат собак погибла там не было опухоль мы через там какое-то время уже через несколько лет после операции опухоль спинного мозга и и не стали оперировать владельцы этаназию делали вот такой вот препарат вот значит все другие вот эти манипуляции это метами гребешковой мышцы в общем не для чего она по поводу резекция но это уже головки бедренной кости это уже лечение не дисплазии а остеоартрита меня к сожалению сейчас это сегодняшний дни владельцы присылают молодая собака у нее еще не остеоартрита ничего нет вместо того чтобы делать тройную стеотомию таза или даже симфизодез винильный да то есть предлагают вот эту операцию то есть делать этого не надо потому что собака еще молодая и у нее у нее еще вся жизнь впереди и надо сохранить ей ее сустав и если это делать правильно шанс сохранить ей то есть задача какая сохранение ее родного сустава навсегда до конца ее дней потому что в любом случае иметь свой собственный сустав лучше чем иметь здесь тоже будет как бы типа ложного сустава но тем не менее или либо чем поставить даже может быть протез то есть смотрите если есть возможность сохранить свое надо сохранять свое если нет возможности сохранить свое тогда уже надо придумывать вот понятно что это не лечение самой самого заболевания это просто уже контроль остеоартрита так можно сказать и надо понимать для чего делается какая операция там понятно есть у собаки болезнь пертеса то есть головки уже нет собаки больно ходить если не прооперировать у нее будет остеоартрит будет она маленькая может никак не будет заметно или будет заметно лапка атрофируется будет короче ну и так далее поэтому лучше удалить головку если это йорк там маленький какой-то либо сустав поставить но надо понимать для что мы достигаем этой операции вот ну понятно что можно прооперировать и крупную собаку но это будет лечение остеоартрита ну или протезирование михао левич протезирует даже кошкам но и не только он да поэтому но это протезирование это не свой родной сустав то есть а тройная двойная сетами ну сейчас мы двойную не делаем скажем так вот эту да хотя результат тоже тоже вертужная впадина она больше все ну то есть остеоартрит меньше то есть видно поверхность здесь больше чем здесь но есть результат но как бы если уж пилить то ну здесь ты проспилил это и даже не распилил откусил просто кусачками а вот а кусачками но это даже проще может чем-то и тройную сделать но мы сохраняем свой сустав в этом разница можешь сохранить сохрани то что у тебя то что тебе господь да это операция сохраняющая точь отдал господь а это тоже конечно давно уже замененная вот и все поэтому результаты хорошие если хорошо все сделать и и повезло и встречение обстоятельств хорошие разные есть варианты то есть я не говорю что эти операции не надо делать но это уже лечение последствий дисплазии то есть не это не лечение дисплазии а это лечение последствий дисплазии поэтому разделить надо для себя мы боремся с дисплазией если мы проиграли тогда уже меняем сустав делаем ортродез так далее так далее так далее то есть вот это нужно вот такое понимание вот ну и все что я хотел бы рассказать если есть вопросы могу что-то рассказать еще моя кажется уже никто ничего не понимает значит целый день понимать эти тут смысл то в том что расставить то я могу много чего просто осознать это все ночи сложно потому что ну много чего надо осознать основных моментов да то что есть куча операции на ушах есть совершенно что позвоночник нет нет не имеет никакого отношения к движению что замена тазобедренного сустава это не лечение дисплазии то есть много таких моментов на которые да нет никого медикаментозного лечения по большому счету остающего стихоандрит да тут мы сделали значит как лечится растающего стихоандрит первое что мы делаем естественно все эти пациенты идут на на кт все на сегодняшний день но знаете был лет пять назад наверное такой 5 не помню сколько лет назад выступления если у меня нет как лечить но это очень такая популярная тема на nvc была тема если у меня нет кт и нет мрт что я буду делать и там вот лектор вот не помню кто-то из неврологов рассказывал по поводу не нет нет кт и нет мрт это есть только рентген и вот он долго долго рассказывал чего надо делать если у тебя нет кт и нет мрт вот как можно без кт и без мрт решать те же самые проблемы да вот он рассказывал 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 но часть ну понятно что часть проблем можно решить да но я уже показывал какие можно решить какие нельзя решить а потом у него была следующая тема у меня есть кт есть мрт что как я лечу говорит вы знаете но а при этом он рассказывал про рентген на и мне есть рентген вместе кт но честно говоря я не делаю рентген почему потому что есть кт и поэтому я не делаю его потому что в нем смысла нет потому что три снимка сделать будет стоить столько же сколько сделать одно к т но информация получу в разы больше вот и все вот такая вот приблизительная ситуация поэтому конечно же когда ты делаешь к т то ты находишь огромное количество проблем и просто не меняю дневная презентация вот и соответственно когда ты делаешь кучу рентгенов ских снимков до находишь там какие-то фрагменты в том суставе который ты лечишь который болит находишь настоящего стеохондрит ты но сосредоточен только на этом суставе изначально если у тебя есть к т то ты делаешь к т и находишь растающего стеохондрит там в плечевых суставах в коленных суставах и везде где только можно вот что надо делать с этим лечить тот ту болень которая вызывает болель да то есть если есть проблема если есть хромота на локтевой сустав значит мы ставим диагноз в этом конкретном локтевом суставе и там делаем ортоскопию удаляем этот фрагмент но медиально-венечный отросток да там ну и вот собственно говоря все по поводу растающего стеохондрита в плечевом суставе лечения ортоскопическая да можно артуртомию сделать вот то есть артуртомия тоже там рассказывать особо нечего и растающего стеохондрита я понимаю вас к ты появилась у вас теперь везде растающего стеохондрит и вы не знаете что с ним делать да да вот это правда я про что я и говорил то есть был рентген думали что один растающего стеохондрит и и все вовсе на всю собаку а оказывается что он в позвоночнике оказывается что он и показывал уже кстати оказывается что во всех суставах вот и находок очень много значит надо лечить тот сустав которому есть воспаление в том который есть боль значит основные места локализации данные заболевания это плечевые суставы коленные суставы вот скакательные да и локти значит с каждым суставом свой подход значит то что касается коленных суставов плечевых но обычно все таки стараются убрать фрагмент то есть мы определяем что там фрагмент плавает есть воспалительный процесс то просто этот кусок удаляется вот ну то есть вот так вот такой подход и кость которая но некротизированная ну тут два подхода всегда было то есть либо она очищается от некротизированной ткани либо нет вот ну и то есть вот пока такой вот спор на этот счет есть но основная задача это удалить фрагмент попробую по поводу а фиду стараются удалять фрагмент скакательный да дальше по поводу позвоночника как правило ничего не делают хотя у меня есть ситуация когда там был нестабилен позвонок и поставили транспендикулярный фиксатор просто вот то есть поставили транспендикулярный фиксатор в соединив позвонки вот то есть вот лечение такая такое растающего стихоандрита вот милография а если есть степень дефицит большой не сделали витя большой отек надо оперировать если собаки боль то вероятность выживания восстановления вообще огромная процентов там 80 90 если собаки более объем вещества небольшой то есть клеточное содержание просто клетка было посадил клетку и все ничего никаких лекарств ничего не делается просто клетка посадил клетку она там сидит и все все отлично то есть прогноз по болезни диска первого типа если собаки боль то 95 пациентов пациентов отсидевших вследствие выздоравливают вот все а на кт плохо видно серенгами ли ее каша надо все таки да ну не очень хорошо можно даже на рентгене но не используется сожалению коты она не дает не у нас есть пациенты которая даже на рентгене видно сейчас я покажу на рентгене можно увидеть но что с этим дальше делать непонятно вот что с этим делать непонятно то есть я же начал лечение этих пациентов когда не было мне был только рентген в подвале и больше ничего вот и поэтому я делал карликом миелографии думал что в этом есть смысл когда думал что у них нет когда неизвестна была болезни крайне церекальная дисплазия а потом когда стало известно что существует крайне церекальная дисплазия стало понятно что бесполезно что это все бесполезно так честный дом здесь карлики любимые моим приди карлик придет вот это у меня были просто я делал миелография и на миелографии находил серингами или ну а чудо что ну то я нашел ее но я же не понятно что дальше делать то есть контраст может попасть в центральный канал и ну там находиться но дальше что делать не очень понятно то есть непонятно что делать сейчас я покажу вот болезнь диска а если компрессия маленькая собака отсидится в клетке с огромной вероятностью поэтому и мы их не оперируем просто время владельцам зачем а зачем оперировать там вот у них такой такая голова со в дырках вот поэтому это не конечно не называется никакой ранее родничок это просто дырки в голове из-за того что нет черепа вот это дисплазия реально то есть там нет черепа он не вырос просто банально вот вот рентген у них нет чего это без контраста я не знал что у них нет тех болезней которые есть сейчас который знаю сейчас наверно дьюи еще тогда не назвал своих поединке а и соответственно делал миелография такая собака я делаю миелографию и думаю о а у нее мозжечок прямо под кожей то есть вот кость заканчивается а дальше мозжечок идет сейчас я знаю что этот второй шейный позвонок первый шейный позвонок находится внутри мозжечка вот здесь да а тогда граница и и там где-то шейный позвонок и вот я это делал и вот серингами или даже видно на рентгене но естественно когда она тоже будет видно и что дальше ну то есть ее можно увидеть даже вот так но сама по себе серингами или она не значит ничего мы всегда выясняем есть где блок ликвара поставок мы определили где есть блок ликвара мы оперируем эту собаку то есть ну вот серингами или на рентгене на кот это же бывает контраст к карлику будет ну попадает центральный канал но задача то не лечить серингами или потому что серингами или это просто я даже думал что после расширения заточного отверстия например да серингами или уходит она становится меньше но ненамного поэтому она меньше может стать да действительно но серингами или я это признак это не болезнь практически у большинства этих карликов а серингами или это следствие нарушения тока ликвара в каком-то месте и мы нарушаем то есть мы находим где есть нарушение тока ликвара и устраняем ну поделать грубо говоря оперируем или затылочное отверстие расширяем вот то есть вот так то есть лечение серингами или найти где блок ликвара и расширить затылочное отверстие либо убрать впадину ю и либо окладоксиальную нестабильность убрать то есть вот такое такое лечение серингами или то есть это не сами не с это следствие вот такое вот такие пациенты да у меня есть киаре океаре на к тем не могу что нужно быстро найти честно говоря надо азаров попросить вот почему мы делаем мрт до этим пациентам потому что у них энцефалиты именно то есть вот эти все проблемы связанные с а вот коты а вот здесь мы сделали мрт и непонятно есть компрессия вроде зубом она непонятно почему странная такая форма пошли сделали к ты оказался что это нет лантоксиальная нестабильность а вот такой вот костный фрагмент вырос у собаки в области первого второго шейных позвонков мрт сделали компрессия вроде непонятно пошли сделали к ты оказалась вот такая вот причина совершенно другая вот такой вот фрагмент то есть да вот так только вскрыли дужку скрыли дужку атланта ну получается когда убрали фрагменты и зафиксировали вот таким способом вот это это опухоль еще вот в том же месте но опухоль вот и в принципе она видна на к т контраст накапливается то есть лучше чем корички как ни странно ну не ставим странно не странно но накапливание контраста в них при опухолях она вот прям лучше видно это вот каждый раз мы находим причину то есть там сиринга милия да и ладно а у этих самых у грифонов у них 80 процентов сингами или у всех но мы их не лечим же от сиринга милии просто потому что нет симптомов и она есть да и ладно а у кенчарст паниеле то же самое ну вот поэтому то есть сама по себе она ничего а почему мы делаем мрт именно потому что сначала потому что вот такие симптомы будут симптомы будут такие же очень похоже и зависит от зоны поражения а не от болезни то есть вот york если у неё токсиальной стабильность есть есть у него там файна кандюи да конечно есть что у него череп есть нет у него никакого черепа ушел нью-йорк но умирает он не от этого умирает вот от энцефалита вот то есть перекрывается езжает въезжает компрессия есть есть но у него энцефалит вот и все вот это его проблема вот в разных участках головного модно они то есть все что касается естественно него не может атлант ну вот в норме у здоровой большой собаки обычной собаки минут у такса даже расстояние до зуба второго шейного позвонка расстояние как от 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 мажечок возьмем то есть и от мажечка приблизительно до вот этой точке будет такое живот расстояние как мажечок и все это вот все ерунда полную поэтому рентген ничего не значит а и вот еще один такой же york тоже про прицептивный дефицит и все остальное что и что и полагается при поражении области шеи и у него энцефалит вот в этой зоне вот и все но еще мультифокальные в других участках тоже поэтому мрт вот то есть можно найти у него что-то в шее но но это я уже показывал что-то в шее у него можно найти потому что ну прошел йорк он же все равно йорк но он йорк у которого убивает его энцефалит короче бедного вот блин надо то же самое это рентген то есть рентген не для чего на узи даже видно расширенный 4 желудочек и компрессию зубом а на мрт компрессия зубом серингами илию и участки воспаления тоже в спинном головном то есть то же самое кисты так далее все компрессия синге у них всех сингами ли просто потому что они маленькие карлики вот и поэтому надо диагностику проводить вот кстати когда узнавал то вот у этих людей у них тоже похожие проблемы по силу почитайте про маленьких людей то у них такие же проблемы вот и такая же проблема была у медведя которому шум поставил потому что он был маленький медведь ему было уже там три года или что-то он такой а он карлику так я ему поставил вот и это было до этого это после кара стала в два раза больше появились борозды вот то есть вот это это болезнь карликовости то есть просто владельцы не понимают что нельзя быть маленьким таким вот вот чем смысл ну реально он совсем маленький рука человека куда трехлетним медведем уже углы а он так и он так и он такой остался он так и не вырос не не он его там нашли где-то кто-то нашел там и нас есть есть там заведение такое но общественную как бы приют на самом деле они лечат и всяких таких вот животных диких то есть больных каких-нибудь там переломанными лапами ну то есть периодически чуть предпритаскивай там какого-то аиста привели притащили со сломанной лапы еще чего-то вот этого сенью притаскивать там какие-то ну всяких разных животных но и то есть приют для диких животных которые попали в беду наверно так можно не он понятно что этот сегодня никуда он оттуда уже не делся то есть он так и все время у них так и жил вот поэтому вот он был карликом просто вот давайте 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 халаты одноразовые а 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 Продолжение следует...